Плюс 770 километров. На такое расстояние выросла сеть магистральных газопроводов «Газпрома» за прошлый год. «Газпром Трансгаз Самара» – одно из старейших подразделений. Сегодня проводит модернизацию своих объектов и готовится отметить юбилей. В 2018 году знаменательная дата будет у нас. В год, когда у нас будет проходить чемпионат мира по футболу, наше предприятие будет праздновать 75-летие среднего образования. С одной стороны, это почетно осознавать, что предшественники стояли у стоков создания газотранспортной системы. С другой стороны, возраст наших магистральных газопроводов и тех объектов достаточно большой. Поэтому мы уделяем большое внимание и диагностике, и техническому обслуживанию, и перевооружению. Ключевыми объектами в Самарской области станут три новые газораспределительные станции – в Лопатино, Сергиевске и Тольятти. Они необходимы для обеспечения потребителей дополнительными объемами газа. Планируется реконструкция двух газопроводов – Пухвестнево-Самара-2 и Жигулевск-Зольное, которые были проложены еще в 60-е годы, и настало время обновить. Компания «Газпром» газораспределения Самары завершила реконструкцию газопровода «Винтай-Самара», который обеспечивает развитие областного центра. Все-таки это знаковый такой объект, один из крупнейших в Российской Федерации за последние годы, и один из первых газопроводов в стране, построенный более 60 лет назад. И он сейчас выполнен после реконструкции по самым современным технологиям, по самым последним, скажем, техническим решениям с применением телеметрии и телемеханики, подводных нескольких переходов, пересечения железной дороги М5 несколько раз. Самарские предприятия сотрудничают с областным и муниципальным руководством. По информации «Газпром» межрегион «Газсамара», на реализацию программ газификации в Самарской области ПАО «Газпром» уже инвестировал 1 миллиард 800 миллионов рублей. Но если ситуация с платежами не улучшится, газификация региона может быть приостановлена, ведь на сегодняшний день общая сумма просроченной задолженности за газ всех категорий потребителей уже превышает 2 миллиарда рублей. В свою очередь «Газпром» газомоторное топливо расширяет сферу своей деятельности на территории губернии. В ближайшие годы планируется продолжить перевод общественного транспорта на голубое топливо.